Сегодня выбираем комнатные растения. Они украшают квартиру, а для многих становятся настоящим хобби. Суккуленты, например, совсем неприхотливы, в отличие от орхидей, но уход все равно нужен любому растению. Поэтому очень важно перед покупкой оценить ваш образ жизни. Если вы часто находитесь вне дома, стоит подумать, насколько капризные растения вам нужны и нужны ли в принципе. Давайте разбираться, как выбрать комнатные растения. Есть растения, которые цветущие и не цветущие. Например, где теневая сторона дома, например, угол какой-то в комнате, либо северная сторона. То есть в основном используют не цветущие растения. К не цветущим растениям в основном относятся фикусы, драцены, какие-то пальмочки, хамедореи. То есть те, которые именно не цветут, а дают в основном красивую зеленую массу. Декоративно-лиственные виды, как правило, будут менее прихотливыми в уходе, чем цветущие. Первым делом оценить условия в вашем доме. Количество света, да и пространство в целом. Ведь на одном подоконнике не получится вырастить цветы, у которых разные потребности. Например, опрыскивая культуру, которая нуждается в высокой влажности, можно навредить растению, предпочитающему более сухой воздух. При выборе растений любого комнатного нужно определиться с размерами, которые вы хотите получить в дальнейшем, либо сейчас прямо приобрести. Например, есть такие, как драцены, они довольно высокорослые, те невыносливые, поэтому размещение должно быть, их пространство должно для их довольно большое. Чтобы растение смогло как можно быстрее адаптироваться, его лучше покупать весной или летом. А в первые недели после покупки не торопитесь с уходом. Подкормки и прямые солнечные лучи не раньше, чем растения адаптируются. Полив и опрыскивание исключительно по необходимости. Обращайте внимание, также при покупке любого растения это грунт и горшок, который вам нужно в дальнейшем его пересадить. Для каждого растения есть свой грунт. Например, для фипусов драцен есть разные объемы, он состоит из торфогрунтовой смеси. Там добавлено уже удобрение. Итак, найдите растения, уход за которым впишется в ваш образ жизни. Помните, что есть множество зеленых растений, которые подойдут даже самым ленивым и забывчивым хозяевам. Покупать их лучше весной или летом. И не забывайте, растению нужно время, чтобы адаптироваться к новому дому. Красивых и качественных покупок!